уважаемые читатели моих книг и зрители небольших роликов которые мы публикуем на сайте брайан микроскопе и на сайте издательства виде то есть у нас с вами прошел большой период времени когда я не обращался к вам по поводу поберушничество мы все надеялись что наука как-то разовьется особенно когда сливались фонды российский фонд фундаментальных исследований с российским научным фондом но оказалось что нет это нужно для оптимизации расходов и таким образом в науку деньги стали попадать еще реже и сегодня в знаменательный день в день науки 8 2 2021 года я обращаюсь к вам по поводу старинного предложения поберушничество почти полгода даже чуть больше я не обращался к вам поскольку это неудобно просить на самом деле поддержать науку поскольку ну там лишних 200 рублей они тоже имеют значение для многих людей особенно в период такого кризиса о котором я сейчас все время говорю то есть когда эволюционные процессы переходит такую фазу сменки смены церебрального сорта конечно денег ни на что не хватает и поэтому я чисто символически обращаюсь к вам но тем не менее наука продолжается и несмотря на день науки мы не закрылись еще совсем и продолжаем свои заблуждения я очень надеюсь что наши ролики вам интересны и вы сможете поддержать нашу лабораторию так как сможете но для того чтобы отчитаться о проделанной работе мне надо взять в руки папочку на которой написано поберушничество позорное занятие для ученых 21 века но тем не менее сейчас отстану пойду ну вот я взял плюшкинский реестрик куда складываю все достижения смысле потраты денег которые мы сделали ну много всякой ерунды ну последняя покупка это у нас роутер умер в лаборатории интернета лаборатории решил с интернета но поскольку это никого не интересует на пришлось покупать роутер за почти 7000 фирмы asus ну двухдиапазонной с передачами пришлось приобретать еще некоторые вещи пришлось внешние диски купить поскольку хранить не на чем естественно никто как вы понимаете не тешится вот на это ушло почти 35 тысяч рублей много чего другого пришлось завести хороший микрофон значит двойной чтобы не задающий вопрос и я мог говорить нормальным голосом они орать для того чтобы услышали вопросы ответ то есть на это тоже ушла куча денег там почти 40 тысяч таких расходов довольно много по мелочи это 10 не перечислишь за полгода слава богу кто-то перечислял более-менее вменяемые суммы за что огромные благодарности спасибо это реально потому что вот у меня подготовленных защите диссертация сотрудника который до еще аспирантуры несколько лет работал в лаборатории обращаю ваше внимание бесплатно просто для того чтобы научиться и потом поступил аспирантуру защитилась будет защищать диссертацию посвящена очень важная вещь вот здесь у нас располагается на бифуркации сонных артерий гломус такое специфический орган который связан в том числе с давлением парциального кислорода когда вам не хватает эта штука срабатывает там гломусные клетки вы начинаете интенсивнее дышать штука очень интересно оказалось функции намного сложнее общем на это исследование ушло почти пять лет и она бы не было осуществлено если бы не ваша поддержка потому что все маркеры имею ввиду антитела зонды и прочее то что необходимо для выяснения функции этого органа было куплено на ваши деньги то есть государство не почесалось на этот счет ни разу поэтому я вам приношу огромную благодарность это бы серьезная работа никогда бы не получила своего своей реализации огромное количество денег ушло на статьи дело в том что я уже говорил многократно и повторюсь у нас так устроена наука с помощью академии и министерства что если ты не публикуешь статьи в западных высоко рейтинговых журналах то тебе могут и вообще даже ту маленькую зарплату которая нам платит эту не будут платить почему потому что зарплата вычисляется как так называемая эффективность то есть ты должен опубликовать в западных журналах статью которую там должны принять тамошние рецензенты оценить и тогда наше государство тебе зарплате здесь зарплату то что с моей точки зрения в голове не вменяемого даже чиновника не должно уменьшаться то есть но это разорение страны поскольку ты должен делать только то что интересует западную науку и западных чиновников но такие у нас сейчас действуют правила вам судить насколько они разумны мне кажется что не очень и поэтому нужно публиковать статьи там просто чтобы институт например не закрыли а для этого нужно иметь кроме антител маркеров объектов исследования и много-много чего сопутствующего расходных материалов нужно еще иметь и простить деньги на то чтобы эти статьи выходили потому что даже лицензируемом журнале даже когда тебя приняли они все равно находят способы взять взять с тебя деньги но это получается там например от последние у нас оплата это было порядка ста тысячи двухсот девяносто девяти евро за статью но мы не можем заплатить такие деньги и поэтому они в общем идут с ваших пожертвований для того чтобы хотя бы уже готовую от рецензированную принятую печати статью там опубликовали от этого много чего зависит за это тоже большое спасибо я вынужден сейчас обращаться к вам то что осталось на одну статью в этом году нужно опубликовать 5 чтобы просто ликвидировали лабораторию поэтому я вам приношу огромную благодарность в это тяжелое время за то что вы поддерживаете нас но мы своей стороны стараемся как можем развлекать вас потому что я считаю что если люди как-то отрывают от себя что-то они должны получать удовольствие хотя бы от просмотра мы должны рассказать что знаем сами иначе просто так побираться обещая загробный мир или светлое будущее но в основном свое и желательно из швейцарии мы не можем мы выполняем конкретную работу и делаем ее каждый день поэтому большая благодарность за поддержку и внимание на тех кто нас оценил поскольку мы держимся в общем на интересе обыкновенных людей никакие олигархи нам как правило не помогают редчайшие случаи когда мне оказывают прямую поддержку за что кстати очень благодарен и многому учусь у этих молодых людей которые так делают это исключение за всю жизнь у меня было всего-то два раза поэтому заранее благодарю вас до свидания надеюсь что ваши наши публикации и ролики вас хотя бы немножко развлекают и скрашивают вашу жизнь а может быть и приносит какую-то информацию до свидания Субтитры создавал DimaTorzok